Здравствуйте! Это новости на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов с последними событиями к этому часу и небольшой анонс о том, что будет сегодня в выпуске. Подтопление улиц, оползни, обрушение древних стен, печальные последствия проливных дождей в Махачкаре и в горной местности. Подробности через минуту. Минсельхоз просит объявить чрезвычайную ситуацию. Обильные осадки негативно сказываются и на урожайности винограда в Дагестане. Подробности чуть позже. Десятки тысяч фанатов в России, но самые преданные болельщики в родном Дагестане. Как ждали победу Абдул-Рашида Садулаева и ликовали на родине? Расскажем в спортивном блоке. Сергей Меликов поздравил Рамзана Кадырова с вступлением в должность главы Чеченской Республики. В день города Грозного в столице соседнего региона состоялась церемония инаугурации. Мероприятие постил и в риу главы Дагестана. Ваше повторное подвижение на столь высокий государственный пост убедительно свидетельствует прежде всего о беспрецедентной народной поддержке. И, конечно, что очень важно, о высокой оценке руководством страны успехов Чеченской Республики. Благодаря вашим профессиональным, деловым, человеческим качествам, личному мужеству, твердости, упорству, умению выстраивать работу и в бою, и в труде, были достигнуты большие успехи в социально-экономической, общественно-политической сфере, в вопросах обеспечения безопасности. Глава региона отметил, что история Дагестана и Чечни неразрывная целая. По словам Сергея Меликова, многие обычаи и традиции регионов выражают общность религиозных, культурных, моральных ценностей. Народы Дагестана и Чеченской Республики веками были рядом и в горе, и в радости. Как добрые соседи поддерживали друг друга, вместе сидели за праздничным столом, вместе мужественно давали отпор врагу. Так было всегда. Дагестанцы с глубоким уважением относятся к братскому народу. Наш великий земляк Расул Гамзатов как-то сказал, когда выдавалось свободное время, я не задумывался, куда ехать отдыхать. Всегда направлялся в Чечню, моим друзьям. Последствия проливных дождей коснулись и горной местности. Так в Сулейманстальском районе сошел крупный оползень, в результате чего разрушилась автодорога местного значения Касумкент-Смур. Протяженность повреждения составляет 250 метров. Эта дорога отрезала от внешнего мира четыре населенных пункта. Смур, Качалкент, Хлюк и Чин. Проезд в настоящее время отсутствует. На место происшествия выехала госкомиссия Дагестан-Автодор. В Гунибе из-за непогоды разрушилась часть стены, которая ведет от ворот Шамилевский к верхнему Гунибу. Вода подмыла основание стены, в результате чего часть многовекового сооружения рухнула. Обильные осадки вызвали подтопление и на улицах столицы республики. Главное управление МЧС России переведено на усиленный режим работы. Спасатели помогают людям переходить затопленные дороги, откачивают дождевую воду, извлекают машины из потопов. Сложная ситуация остается на улице Бибулатова. Информация о пострадавших не поступала. Причиной наводнений также стала неисправность ливневых канализаций. В связи с продолжительным выпадением осадков на территорию республики Дагестан, Главное управление МЧС России по республике Дагестан и МЧС Дагестана переведено на усиленный вариант несильной службы. На все поступающие обращения граждан оперативно реагируют группы Главного управления и МЧС Дагестана. Спасателями оказывается время помощь населению. Информация о пострадавших не поступала. Премьер-министр Дагестана поручил чиновникам быть готовыми к возможным чрезвычайным ситуациям из-за непогоды. Накануне состоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Как отметил Амирханов, ухудшения погодных условий за последние несколько дней влияют на жизнеобеспечение населенных пунктов. Повреждены дороги, возникли перебои с энергоснабжением. Дожди подтопили улицы, дворы и подвалы домов в Махачкале. В городах и районах возникли аварийные ситуации на объектах электросетевого хозяйства. В данный момент бригады энергетиков и сотрудники МЧС проводят восстановительные работы по всем возникающим аварийным ситуациям в регионе. Тем временем обильные осадки негативно сказываются на урожае винограда. Из-за дождей уже созревшие грозди лопаются от переизбытка влаги и начинают гнить. В настоящее время в республике неубранными остаются около 5000 гектаров. Министерство сельского хозяйства просит объявить чрезвычайную ситуацию. Подробнее в следующем материале. Сейчас самый разгар сбора урожая солнечной ягоды. Но непогода внесла свои коррективы. Фермеры бьют тревогу, плантации затоплены, виноград портится. Есть угроза снижения урожайности на более чем 20%. Сейчас в Дербинском районе мобилизовали силы для экстренного сбора винограда. Помимо работников сельхозпредприятий, к делу привлекли свыше 500 студентов колледжей. Еще остается собрать более 30 тысяч тонн винограда. Таких тоже у нас 70 гектаров. Это-то не беспокоимся. Погода если восстанавливается, мы соберем. Так что жаловаться кому-то там этот говорить нельзя. Это природа использует. 500-600 тонн в день собираем, а что надо делать? По программе мы должны были закончить. Спасибо, я хочу выразить благодарность и рабочему классу, всем-всем, кто вот был заинтересован в нашей работе. Плантации осмотрели представители власти. По данным экспертов, не убранными остаются 3000 гектаров виноградника в Дербинском районе, 1000 гектаров в Каекенском районе и около 400 гектаров в Табасаранском. Масштабы ущерба предстоит оценить. В настоящее время местные республиканские власти приступили к подготовке документов, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации. Батиман Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Дербинский район. Миноборнауки Дагестана рекомендовала школам со среды перевести учеников первых-четвертых классов на дистанционное или электронное обучение до 10 октября. Речь идет об общеобразовательных организациях, которые располагаются в муниципалитетах республики с неблагоприятными погодными условиями. Соответствующие письма, подписанные в Рио министра образования и науки республики, Яхьёй Бучаевым, направленный главам муниципалитетов и директорам школ. В них говорится, что это решение принято в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. Завершен монтаж пяти новых модульных котельных в Дербенте. Работу проинспектировал Рустамбек Пермагомедов. Объекты заработают до начала отопительного сезона в этом году. В них установлено современное итальянское оборудование с автоматизацией всех процессов. Данный механизм позволит существенно снизить потребление энергоресурсов. У вас уже тесная работа должна быть непосредственно с ТСЖ компаниями, управляющими компаниями, чтобы подача тепла в дома жителей нашего города была на 100%. Ремонтные бригады тоже, чтобы были готовы, чтобы сразу реагировать. У вас есть операторы, которые должны быть прикреплены к каждой новой котельной. С учетом того, что они пришли, настроили и заодно показывают, как они должны работать, на что обращают внимание. Пять новых котельных заменят две старые, которые обслуживали до 85% потребителей. Кроме того, параллельно ведется замена теплотрасс, проложено свыше 18 километров. Преимущественно теплотрассы прокладываются под землей, что позволяет освободить дворы и улицы от портящих внешний облик труб. Сам работаю около 30 лет, и я никогда не видел, чтобы какие-то вложения в эти котельные делали. Это только в прошлом, в этом году, большие вложения в руководство города, сделало это предприятие. Спортсмены из дагестанских огней посетили муфтия республики. В состав делегации вошли воспитанники и директора спортшкол. Гости отметили огромный вклад муфтията в облагораживание нравов населения, в том числе прививая благие качества через спортивные мероприятия. Шейх Ахматофанди отметил, что считает жителей дагестанских огней одними из самых благодатных людей. Духовный лидер в завершении встречи обратился к спортсменам с наставлениями. Молодому человеку энергию нужно куда-то тратить. Некоторые люди это тратят. Войне с телефоном, там он внутри, живет в телефоне, как это в последнее время модно. И я думаю, человек, который занимается спортом, от этих проблем, проблем зависимости, он спасен. Я так считаю. Очень много видел, слышал, но вживую не было возможности встретиться с муфтием. И вот сегодня, благодаря нашим братьям Шархудину, доставилась такая возможность встретиться с нашей делегацией. Я директор спортшколы города Гагни. Вот мы все наши тренера приехали, некоторые спортсмены тоже. Впечатление просто, ну, описать словами трудно. Борец Абдул-Рашид Садулаев пятый раз выиграл чемпионат мира. В финале турнира Восла двукратный олимпийский чемпион взял верх над американцем Кайлом Снайдером. Схватка завершилась со счетом 6-0. Отмечу, для спортсменов эта встреча стала уже четверной по счету, где в трех из них дагестанский вольник праздновал победу. Триумф Садулаева помог сборной России выиграть первое общекомандное место, обойдя сборные США и Ирана. Помимо танка, медаль высшей пробы выиграл еще один наш земляк Магомед Мурат Гаджиев. Представитель Польши впервые в своей карьере стал лучшим в весе до 70 килограмм. За трансляцией из Осла в России следили десятки тысяч человек. Самые преданные болельщики в родном Дагестане. В спортшколе Абдул-Рашида Садулаева победу любимого борца ждали около сотни юных вольников. Трансляцию организовали прямо в спортзале. Вот так юные болельщики реагируют на каждое удачное действие своего любимца. Абдул-Рашид Садулаев уже в четвертый раз встречается с Кайлом Снайдером. Сомнений в победе ни у кого нет, но градус напряжения высок. В атаку танк пошел во втором периоде. При счете 6-0 зал буквально взорвался овациями. Вместе с молодыми борцами за схваткой следил и двукратный чемпион мира Магомед Расул Газим Агамедов. Каждая победа Садулаева вдохновляет юных вольников. Еще больший стимул для детей – его присутствие в зале. Находясь в Махачкале, лучший борец современности тренируется наравне со всеми. Проводит здесь мастер-классы. Болели все дети. Которые четырех часов тренируются, дети остались именно эту схватку посмотреть. Очень красивую борьбу показал. Мы гордимся. Красавчик. Честно сказать, мы даже уже не берем детей. Как замдиректора не доставать здесь сутками, толпами приходим. Уже переполнены за раз. Рашид это слышит. Весь Дагестан, наверное, болеет за Рашидом. После финального свистка болельщики обмениваются поздравлениями. Тренировка уже давно завершена, но успех земляка вызвал у ребят прилив энергии и подъем духа. Курбан Рагимов, Тагир Багамедов, телеканал ННТ, Махачкала. В здоровом теле – здоровый дух. В селе Уркарах до Хадаевского района прошла масштабная утренняя зарядка. В ней приняли участие сотни человек – взрослые и дети. Акцию поддержали представители власти, именитые спортсмены и религиозные деятели. Они обратились к молодежи с призывом уважать родителей, учителей и пожилых людей. Зарядку для ребят провел олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков. Организатором мероприятия выступил муфтия Дагестана. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Оставайтесь с нами, смотрите наши новости каждый день. Всего доброго.